Более трех лет, а точнее 872 дня, жители Ленинграда стойко переносили голод и холод. Председатель организации «Блокадники Ленинграда» Александр Орлов рассказал молодежи о тяжелых днях блокады, о голодном и страшном времени. Когда началась война, он был совсем маленьким мальчиком. Вместо беззаботного детства пришлось быстро повзрослеть. О своей нелегкой детской судьбе рассказала блокадница Зоя Исаева. За первый год блокады от голода у нее умер брат, а через несколько дней умерла и бабушка. Оставшись вдвоем с мамой, Зоя Ивановна в 13 лет стала работать санитаркой в госпитале. Полетели бомбы. И там все загорелось. А это бадаевские склады, продовольственные склады. Там огромная часть запасов была на них. Все сгорело. Потом долго еще. Не все, конечно, отдельные люди ходили. И даже землю, где сахар лежал, она получилась сладкая. И вообще набирали, разводили, отстаивали. Страшное дело. В блокированном городе осталось более 2,5 миллионов гражданского населения. В том числе свыше 100 тысяч беженцев из Прибалтики, Карелии и Ленинградской области. Среди оставшихся около 400 тысяч детей. 27 января 1944 года блокада Ленинграда окончательно прервалась. На встрече молодежь Анапы с первых уст узнала о том, что пришлось пережить семьи в осужденном городе внутри блокадного кольца. Я от дедушки слышала истории. Выживали как могли. Спасали детей. Пытались спасти детей в основном. Последние кусочки даже им отдавали. По традиции в конце мероприятия блокадники сфотографировали со студентами на память.